Здравствуйте! С вами новости на Первом Карагандинском, в студии Анель Шелкарбек. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Еще одно тело новорожденного ребенка нашли в мусоропроводе. Карагандинцы активно обсуждают послание президента народу Казахстана. Об этом репортаж Сергея Высокосова из Карагандинского государственного медицинского университета. Чтобы спасти свою жизнь, 60-летний карагандинец выпрыгнул с балкона. Число брошенных детей не уменьшается. Еще одно тело новорожденной девочки нашли в мусоропроводе одного из домов в 70-м квартале Тимиртау. Труп обнаружил работник КСК. Почему мать ребенка отказалась от своего чада, неизвестно. По заключению экспертов, смерть ребенка была насильственной, так как обнаружили перелом костей черепа. Следствие устанавливает, кто именно нанес эти повреждения. Не исключено, что могла это сделать сама мать ребенка. Также возможно, что травмы новорожденная получила во время родов. По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проверяются все женщины, живущие в Тимиртау, которые должны были рожать в ближайшее время. Для этого органы уголовного преследования отрабатывают медицинские учреждения. 29-летний карагандинец запугал 60-летнего мужчину так, что тот выпрыгнул с балкона. С переломами последний был доставлен в областной медицинский центр. Что заставило его пойти на такой шаг, вы узнаете в следующем сюжете. Как оказалось, пожилой мужчина таким образом спасал свою жизнь, на которой с двумя ножами в руках покушался его сосед. Случай произошел в микрорайоне Степно-4. Жителем здешнего дома молодой сосед и раньше оказался странным. По их словам, 29-летний парень жил один, ни с кем не общался. После очередной выпивки неоднократно беспокоил соседей нежданными звонками в дверь. А потом заявлял, что это был не он. Я сижу дома с внуком. Боюсь за него, когда такие соседи. Этот парень пьет, дебоширит. Говорят же, не можешь пить, не пей. Зачем потом распускать руки, держать соседей в страхе? В тот день пострадавший зашел к странному соседу, чтобы забрать долг, который занимал ему еще до Нового года. Однако из-за собственных 2000 деньг чуть не лишился жизни. Вначале сосед предложил ему выпить за одним дружеским столом, но после того, как ему напомнили про долг, решил исправить ситуацию кухонным ножом. Оказавшись за поднем, мужчина испугался и выпрыгнул в окно. Благо, упал он на козырек магазина. Увидевшие такую картину другие соседи вызвали полицию. Органам уголовного преследования решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 104 УК Республики Казахстан. То есть умышленное причинение вреда здоровья средней тяжести. В больнице установили у пожилого мужчины поломанные ребра. Также он получил многочисленные ушибы. За эти дни спасателям пришлось изрядно потрудиться. Из-за шквального ветра 60 человек оказались в снежной ловушке на трассах области. Людей вызвали ли вовремя, пострадавших нет. Больше всего пострадали автомобили на 1021-м километре от трассы Алматы-Екатеринбург. В связи с участившимися ветрами и морозами на трассах часто стали происходить чрезвычайные ситуации. Как ранее уже сообщалось, на трассе Алматы-Екатеринбург застряло 12 машин, в которых находились 40 человек. Приблизительно в это же время междугородний автобус застрял посреди трассы в 12 километрах от Жасказгана. Пострадавших нет. В обоих случаях поисковые группы оперативно выезжали на места происшествий. Потерявшиеся были обнаружены. Состояние у них удовлетворительное. Медицинской помощи не нуждались. Была оказана помощь по излечению автотранспорта из заноса. Также была оказана помощь по заправке горючим и в сопровождении до основной автотрассы. Из-за участившихся морозов могут пострадать не только автомобили, но и школьники. Поэтому сотрудники управления образования сообщают родителям о мерах предосторожности. Несмотря на то, что погода ухудшилась, занятия в школе не отменяются. Учебный процесс продолжается, даже если один ребенок в классе сидит. Поэтому насчет этого вы можете быть спокойны. И после окончания уроков обязательно классный руководитель дождется родителей, отдаст ребенка вам лично в руки. Дорожные полицейские зарегистрировали 9 транспортных происшествий, при которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Несмотря на это, сотрудники полиции уверяют, что по сравнению с прошлым годом ситуация на дорогах стабилизировалась. По прогнозам синоптиков погода будет часто меняться. То есть 23-24 января нас ожидает ясно-облачная, безоблачная погода с постепенным повышением температуры воздуха и днем, и ночью. 25 января мы ждем, что будет на севере области снег, метель, порывистый ветер 15-20 метров в секунду. 26 января опять же температура будет повышаться постепенно и будет без осадков. А 27-28 мы прогнозируем, что будет на большей части территории снег, метель с постепенным понижением температуры воздуха днем и ночью на градуса 3-5. Амина Смагова, Ужас Габасов, Бахтир Распанов, Первый Карагандинский. Обращение на шултана Назарбаева о народу Казахстана всегда долгожданные и важные события в жизни нашего общества. Сегодня «Актив города» обсуждал вопрос о реализации послания президента. Подробности в следующем сюжете. В собрании «Актива» приняли участие почетные граждане Караганды, ветераны войны и труда, депутаты городского маслехата, руководители государственных органов, предприятий и организаций, предприниматели, учителя, представители духовенства, этнокультурных объединений, рабочая и студенческая молодежь. В своем докладе Аким Горда Мирам Смагулов остановился на каждой задаче, которую предстоит решить по семи приоритетным направлениям, обозначенным в послании президента страны. Это усиление тренда инновационной индустриализации. Несомненно, динамику развития инноваций придаст вторая пятилетка форсированного индустриально-инновационного развития на 2016-2019 годы. Необходимо отметить, что наш регион является индустриальным центром республики, и предприятие города представлено во всех приоритетных секторах экономики области. И 40% от проектов карты индустриализации области реализуется в нашем городе. В этом году мы планируем реализовать еще три проекта на общую сумму 26 миллиардов тенге, создание 374 рабочих мест. Мирам Смагулов также подчеркнул, что карагандинские аграрии должны переходить на более глубокую переработку сельскохозяйственной продукции, к примеру, реализации проектов в сфере консервирования овощей и внедрения аналогичных производств по другим видам продукции. Глава города поручил отделу сельского хозяйства и ветеринарии активизировать работу по развитию перерабатывающих предприятий, примут меры для развития наукоемкой экономики и эффективности инновационной системы. В Караганде будет активизирована работа не только по привлечению иностранных инвестиций, знаний и новых технологий из-за рубежа, но и созданию собственных инновационных разработок. Несмотря на то, что город не является сельскохозяйственным регионом, кроме домашнего хозяйства, развивается растеневодство. В сельском хозяйстве валовая продукция составляет более трех миллиардов тенгер. При этом, не останавливаясь на достигнутом, устраняя все имеющиеся барьеры, в дальнейшем они должны создавать сеть новых перерабатывающих предприятий в аграрном секторе. Если на сегодняшний день по городу имеется только шесть предприятий по производству колбасных изделий и одно предприятие по переработке молока, то это показатель не соответствует нашим возможностям. По словам Акима города, к 2020 году планируется обеспечить полный ремонт дорог с асфальтовым покрытием. В этом году средним ремонтом охватят 60 поперечных улиц и 14 магистральных автодорог. Будет отремонтирован путепровод ДСК. Согласно программным документам города, к 2016 году долю автомобильных дорог с хорошим и удовлетворительным состоянием предполагается довести до 83%. В послании президента особое внимание уделяется развитию специализации малого бизнеса. На сегодняшний день по городу количество зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса насчитывается более 30 тысяч единиц и заняты на них свыше 110 тысяч жителей города. Продолжится работа по повышению квалификации преподавателей общеобразовательных школ, улучшению качества медицинского обслуживания. Николай Кровец, Габиден Курушпеков, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Одними из первых в поддержку послания главы государства выступили студенты Карагандинского государственного медицинского университета. Единая цель, единые интересы, единое будущее. Этот принцип построения казахстанского общества принимается молодежи вуза с пониманием и воодушевлением. Акция в поддержку послания народа Казахстана собрала полный зал. 17 января на совместном заседании Палат Парламента Республики Казахстан было впервые озвучено, что стратегия 2050 – это путеводный маяк, позволяющий решать вопросы ежедневной жизни людей, не теряя из виду главной цели. Это означает, что мы ежегодно, а не через 30-50 лет, будем улучшать жизнь людей. Это заседание проходило в расширенном режиме, и на заседании принимали участие не только депутаты Парламента Республики, но и выдающиеся общественные деятели, представители Ассамблеи народа Казахстана, ректора многих вузов. В их числе была и ректор нашего вуза Рушан Статана Басмагомбетова. Послание привлекло внимание не только казахстанцев, но и мировую общественность. Отказавшись от четвертого в мире ядерного потенциала, Казахстан стал первым, кто на личном примере доказал, что и без оружия массового убийства можно стать процветающей страной. Так считает британский профессор Джоул Клоис. По его мнению, послание президента Казахстана основано на главном документе развития государства – «Стратегия Казахстан-2050». Это очень амбициозная программа, призывает всех казахстанцев объединиться для реализации поставленных целей. И на взгляд Джоуала Клоиса она свидетельствует о том, что казахстанский народ не разобщен, что он един. По его мнению, это явление, которое нечасто встречается в современном мире. Президент Назарбаев смотрит на Казахстан через призму глобального развития. У него очень широкий кругозор и глубокое понимание происходящего в мире. Своё понимание основных задач послания высказали и студенты КГМУ. Я считаю, что мы, студенты Медицинского университета, должны приложить все свои усилия и знания для воплощения в жизнь задач, которые поставил перед нами президент. Послание президента Казахстан-2050 – это ещё одно подтверждение мудрости и дальновидности нашего президента. На форуме студентов ВУЗа отмечалось, что содержание всех 17 предыдущих посланий президента никогда не расходилось с делом. Всё, что планировалось, всегда выполнялось. 18-е послание в первую очередь обращено к молодёжи. Именно ей выполнять основные постулаты построения Казахстана до 2050 года. Мы ощущаем это изменение в какой-то учебной сфере. Это происходит обновление оборудования и тому подобное. То есть мы происходим своего рода сравнение с Европой. Для нас это очень, так скажем, знаменательная дата. И мы замечаем то, что президент посылает, что он говорит в своём послании, на что он планирует, он и притворяет жизнь. Студенческая аудитория поддержала послание главы государства Нурсултана Назарбаева. Включайтесь в работу, каждый на своём рабочем месте. Не будьте равнодушны. Создавайте судьбу страны вместе со своим народом. Послание президента – это не только основной документ, определяющий развитие Казахстана до 2050 года, но и точка приложения сил каждого гражданина в деле построения нового казахстанского общества, нового Казахстана. Сергей Высокосов, Тулеген, Рашидов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Повышение солидарной ответственности государства. Единовременную широкомасштабную акцию в поддержку послания президента провели студенты Каргу имени Букетова. Организована акция управления по вопросам молодёжной политики и центрам инициатив области. Целью данной акции – популяризация и поддержка послания лидера нации в обществе. Разъяснение его основных стратегических направлений – воспитание у молодёжи, чувство патриотизма, активизация гражданской позиции. В Каргу студенты и преподаватели как раз обсуждали нововведения, оглашённые главой государства. Естественно, основной темой обсуждения было образование. Нужно отметить, что студенты и преподаватели высказали положительные отзывы о том, что в своём послании президент упомянул о повышении стипендии. Помимо образования обсуждал сферу медицины. Но самым главным козырем этого мероприятия стала тема участия молодёжи в жизни государства и в будущем страны. Не нужно просто быть сторонними наблюдателями молодёжи, нужно активно вовлекаться в работу. Можно легко каждый день жаловаться на различные недостатки в сегодняшней жизни. А лучше трудиться, трудиться, стараться внести большой вклад в развитие общества. К этому и призывает наш глава государства. И это послужит действительно нашему дальнейшему развитию, достижению тех задач, которые стоит президент страны. Территориальная земельная инспекция сегодня читалась за прошлый год и наметила планы на этот. Ключевой темой заседания стало осуществление государственного контроля и охраны земель. В 2013 году инспекцией было рассмотрено более полутора тысяч заявлений и обращений от физических и юридических лиц. Ещё большее количество было проведено проверок. Выявлено почти более 300 административных правонарушений, наложены штрафы на сумму более 26 миллионов тенге в пользу государства. Чтобы отчётливо была видна проделанная работа, чиновники предоставили графики, где изображена динамика проверок за 2009-2013 годы. Свою работу чиновники оценивали с точки зрения послания главы государства, в котором сообщалось о использовании земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этих обсуждений инспекция наметила задачи на этот год. Первым вопросом нашей повестки дня сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы осмотреть поручения главы государства и определить меры по их дальнейшему цели реализации решения новых стратегических задач. По окончанию мероприятия был заключён меморандум о взаимном сотрудничестве Территориальной инспекции Комитета по управлению земельными ресурсами и Палаты предпринимателей Карагандинской области. Амина Смакова, Карат Рашид Ахбатья Распанов, Первый Карагандинский. Через электронное правительство суд поступило 97 исковых заявлений и обращений граждан. Об этом областной суд сегодня провёл пресс-конференцию по итогам отправления правосудия за прошедший год. На конференции рассказывалось о значимых событиях в судебной системе. Подробнее в следующем материале. 2013 год прошёл под эгидой шестого съезда судей страны. С момента проведения предыдущего съезда в судейской системе произошли ряд преобразований. По итогам этого съезда принято постановление, согласно которому трём регионам – Астане, Алматы и Караганде – добавили судей. В среднем на наш регион, по крайней мере, об этом официальный президент же объявил, что 400 человек будет. Так вот, на наш регион приходится 30 человек. Это почти что, чувствуете, по 10%. Это очень много и это то, что отдаёт должное нашей работе в тех условиях, в которых мы работаем. Также был отмечен и тот факт, что деятельность суда несколько видоизменилась. На сегодняшний день работа с населением стала проводиться через социальные сети. На Западе уже давно практикуется работа служителей Фибиды с людьми через интернет. Окно в Европу налицо. У нас происходит смена поколений в областной суд. За последний год пришло работать 9 новых судей с района звена, кто-то с областного передвинулся. Это же критерка должна быть. Где-то в другом районе не было такой категории дел, которую мы рассматриваем. Должны были наши коллеги войти в этот курс. Это всё это может быть. Плюс у нас поменялась треть председателей судов. Амин Змакова, Габидин Гуральбеков, Бахтир Распанов, Первый Карагандинский. Свою любовь в Караганде творческие коллективы Дворца культуры горняков проявили в праздничном концерте. Известные регионные коллективы художественной самодеятельности представили зрителям песни, танцы, а также стихотворения собственного сочинения. Оценили творческий потенциал карагандинцев и наши корреспонденты. На праздничном мероприятии участники порадовали карагандинцев разнообразием творческих номеров, вальсом, песней о прекрасной сороке и авторскими стихотворениями. В перерывах между номерами ведущие задавали вопросы горожан на знания карагандинских достопримечательностей. Например, какие памятники установлены выдающимся детелям в нашем городе. Принимают участие коллективы Дворца культуры горняков. Наша театральная студия непосредственно «Унирбастау». Это их мероприятие. С участием других коллективов участвует коллектив бального танца «Дирек», участвует коллектив ансамбля ветеранов «Коскоргентер» и студенты приглашенные. Студентка Карагандинского государственного университета Зире Смагу с детства увлекается сочинением стихотворения на казахском языке. Она также, как ее мама, учительница государственного языка, мечтает не просто публиковать авторскую поэзию, но и делиться зрителями своим переживаниями на сцене. Для всех зрителей Зире посвящает стихотворение о родном городе Караганди. Анастасия Семенова, Тулиген Рашидов, Бактия Распанов, Первый Карагандинский. Ахумница красавицы. Под таким названием прошел конкурс среди учащихся 81-й средней школы. Ученицы представили необычные наряды, используя нетрадиционные материалы. Это полиэтиленовые пакеты, сумки китайского производства и даже диски. О очередном эксперименте в мире моды смотрите в следующем сюжете. Ученица 9-го класса Анель Абелгалиева репетирует свой выход на сцену. Пока дефиле проходит в просторных коридорах родной школы, но через некоторое время она зайдет в зал. Видно, что Анель волнуется, но она готова очаровать публику и всех представителей жюри своим необычным нарядом. Я съездила в Алма-Ату и на Новом году я увидела такую юбку. И мне пришла идея сделать такую юбку, и я ее сделала из надувных пакетов. Я надула 125 пакетов. Сам костюм, как признается Анеля, шила мама. Раньше она даже пробовала стать моделью, но в будущем хочет связать свою судьбу с законом. Я хочу быть адвокатом, потому что в жизни немного справедливости. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала. И я хочу защищать тех, кто пострадал. Вот школьница уже на сцене демонстрирует свой наряд, который называется одуванчик. На суд жюри учащиеся показали различные костюмы. Можно сказать, что дизайнеры из Караганды скоро составят конкуренцию многим известным модельерам. Некоторые платья помогла сделать бывшая одноклассница. Я учила свое время в этой школе. Татьяна Владимировна рассказала об этом конкурсе. Мне очень понравилось. Думаю, нужны такие конкурсы. Во-первых, это организовывает деток. Дает какой-то творческий потенциал. Да вообще, это нужно. Это красиво. Это искусство. Это этика. Эстетика прежде всего. Конкурс о хумнице и о красавице в стенах этой школы проходит уже четвертый раз. Девочки стараются самостоятельно изготавливать свои наряды из нетрадиционных материалов. Сюда входят диски, газеты, полиэтиленовые пакеты и многое другое. Они очень любят участвовать в данном конкурсе. Создают поистине шедевры. Ну, в этом вы могли уже убедиться. Самой большой трудностью проведения данного мероприятия – это только то, что очень сложно собрать девочек из разных классов одновременно на проведении репетиции. Все остальное идет у нас хорошо. Они участвуют в этом с удовольствием. Строгая жюри уже оценила конкурсантов по различным номинациям. При отборе учитывались хореография, сам костюм, его качество и новизна в исполнении. Ни одна школьница в конкурсе не осталась без подарка. Николай Кровец, Габиден Курушпиков, Бахтиар, Оспанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок – Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. На этом у нас все. До скорых встреч. Аман Сау Волос. Алюминиевые профили Алюгал.